Продолжение следует... Продолжение следует... Не выплачивать долг России и что американцы их прокрышуют и разрешат им это сделать. Не верите? Тогда послушайте, как это выглядит в исполнении участников. Пожалуйста. Продолжение следует... Мы начали переговоры по этому поводу, но в конце концов это то решение, которое они должны принимать сами. Но уведомили ли мы россиян о том, что мы, возможно, запретим нашим банкам пересматривать кредитный рейтинг, который уже был нарушен из-за невозврата Венесуэлы и долгов России? Не думаю, что это было сделано. Надеюсь, сделаете. Понимаете. Ну, то есть теперь попробуйте убрать оттуда титры, что вот этот Шерман, он член палаты, представители Конгресса США от Демократической партии. Представьте себе обыкновенный гангстерский фильм, в котором сидят люди, да, собственно, лица даже менять не надо. И один другому говорит. Вы сказали им, что если они перейдут к нам под крышу, то они смогут не платить предыдущей крыше, потому что мы их теперь крышуем. Вы говорите, ну нет, мы еще с ними не разговаривали. Ну, поговорите с ними. Если они будут под нашей крышей, они другой крышей могут не платить. Или есть какая-то разница, Михаил? Может, я ее не уловил? Разница есть принципиальная, потому что Россия никогда не была крышей. Да. И Россия как раз всегда пыталась делать все по правилам, делать все по закону. Собственно, поэтому мы американцам и проигрываем. Майкл, что скажешь? Если это не обсуждение схемы рэкета, то что это? Я считаю... Речь идет, заметь, не о демократии в Венесуэле, не о венесуэльском народе. И оставь все это в стороне. Речь идет о том, чтобы разрешить той власти Венесуэлы, которая нравится американцам, если они не будут платить России, им и не платить. Ну, бессмысленный разговор, потому что решить этот вопрос не Гайдо, а новый президент. Когда новые выборы будут назначены, не факт, что Гайдо станет президентом. Там есть президент вообще-то, до тех пор, пока не назначены... ИО-президента. ИО-президента, нет, там есть президент, и самоназначенный ИО-президента, про которого вы уже... Ведь это же не я обсуждаю, это же Брэд Шерман обсуждает. О чем? Бессмысленный разговор. Секунду. Если это, подожди, если это бессмысленный разговор, то зачем господин Шерман и господин Абрамс этот разговор вообще публично затеяли? Это тоже загадка, потому что... Да, они два танка, Шерман и Абрамс. Венесуэла банкрот, нет чем возвращать эти долги. И Россия должна была думать об этом перед тем, что украли 11 миллиардов, и сделали Венесуэлу банкротом, Россия, чего должна была Россия, чего должна была Россия, мы разберемся без тебя? Я вопрос задал тебе совершенно конкретный. Да не важно. Я задал тебе совершенно... Хоть тарань, господи, ну типа ты один раз облажался, ну что ты себя дураком второй раз выставляешь? Майкл, я тебе задал совершенно конкретный вопрос. Это не твое дело. Твое дело ответить мне на вопрос, почему представители американской власти публично обсуждают возможность крышевания кем-то в Венесуэле, кто не отдаст долги России? Зачем? Почему? По какому праву? Они подтверждают очевидное, что Венесуэля не будет возвращать эти долги при любом раскладе. Венесуэла в лице кого? При любом раскладе, потому что страна банкротит. Подожди, Мадуро сказал, что не будет? Эту позицию. Мадуро, слушайте, ну, Майкл, ты, конечно, ты, конечно, сегодня... Так, Григорий, Майкл сегодня в каком-то вообще космическом полете. Я даже не могу это комментировать, тут ту чушь, которую ты сегодня целый день несешь. Ты не задумался, почему они не обсуждают Китай, который является большим соперником? Вы чего нюхаете? Я положил в экономику Венесуэлы намного больше. Подожди, подожди, Майкл, Майкл, пока, пока, пока Григорий не слышит, ты скажи ему, то, чего вы сегодня нанюхались, это ты ему принес или он тебе? Ну, просто честно, потому что, слушайте, ребят, ну, мы, поскольку мы, Григорий, мы вот это вот не можем пропагандировать, то, чего вы с Майклом сегодня нюхнули. Нет, нет, Григорий, все. Ты это пропагандируешь каждый день нюхали, входя в студию. Итак, Майкл, вы даже не поняли, о чем идет речь? Он все прекрасно понял. Я понимаю, что ты взял себя в руки, давай, собрался и 10 секунд, мощно, давай. Мы не о том. Мы не о том. Это вы не о том. Кто в Кремле или около Кремля от большого ума решил дать кредит на 17 миллиардов долларов в стороне банкрота? И кто будет отвечать за... Майкл, они забыли спросить тебя. Вот тебя забыли спросить. Возможно, стоило. Реклама на Первом канале. Наш завершающий перед рекламой диалог с Майклом показывает очень ярко, как глубоко вот эта идеология лицемерного рэкетерства, она проникла в сознание вполне порядочного с виду представителя американского общества. Я ему говорю, Майкл, по какому праву вы решаете, что Венесуэла имеет право в лице своей оппозиции не отдавать нам долг? Что отвечает Майкл? А зачем вы им давали в долг? Говорит он мне. Ну, то есть, грубо говоря, идеология рэкетера заключается в следующем. Что этот человек, которого я крышую, может не отдавать тебе долг просто потому, что ты сам должен был думать, кому давать, кому не давать. Сам виноват, говорит Майкл. Надо было думать. Чувствовать? То есть, он подтверждает, что идеология рэкетера, это вот оно и есть. До завтра. АПЛОДИСМЕНТЫ